Друзья, добрый день! Мы сегодня в вольере с насухами. А если правильно, эти зверьки называются коатти. И мы пришли. Ангелина еще не знает, что это за животные. И мы сейчас попытаемся вам немножечко рассказать. Ангелина уже увидела. Тут, видите, вишни какие. Ну, насухи. Он идут, идут, идет вожак. Тут главное тихонечко сидеть и подождать. Вот. Пока, Ангелина. Держи крепко, Алина, потому что они... Ты видишь, они так смешно едят, они закидывают голову назад. Вот, у них сейчас линька. Следующий. Скажи, Ангелина, а у тебя есть яичко? Друзья, а вы знаете, что насухи это одни из самых древних животных? У каждого фараона, приличного, было минимум две носухи. Скажи, вот и у тебя, скажи, Алина, тоже вон две носухи рядом. Значит, ты приличный фараон. А у меня она по спине уже ползет еще одна. Если вы присмотрите, у них такой длинный носик. Из-за чего они такие были востребованы? Из-за того, что на носу у них детекторы. И они якобы чувствуют больные места. Держи, держи. О, ростом почти с Ангелину. Тихо, тихо. Всем достанется, всем достанется. Носухи очень любят перепелиное яичко. Я уже сама в сердцах. Ангелина вишню. Уже все разбанила. Вот такой у нас ужин. Алина, а почему деревьев тут так много? Ты знаешь? Потому что насухи любят жить на деревьях. Они пьют там гнезда, прямо как птички. Там же они высиживают свои яйца своих малышей. Ну, только не яйца рождаются. Это птички, яйца. Просто яйца держи в руках. Вот. И там же рождаются их детки. И поэтому в вольере для досуг должно быть очень-очень много зелени. О, смотри, у нас сок от вишня капает, по рукам течет. Ну, все. Чего ты вытянула? Ну, с носушка пойдет. Тише. Так, скажи, а теперь мы яички, скажи, да, посмотрим. Нежно берут, так и не кусаются ничего. А потому что у них мягкие коготки, они... Для чего у них такие когти? Для того, чтобы рыть землю. Они очень хорошие землекопы. Вон пришла носушка. Ангелина, тебе не надо... Это же не вареное яичко. Ты кушаешь такие вареные яички. Скажи, я тоже хочу покормить. Скажи, мама, дай мне яичко. Да. Скажи, мы же вместе пришли. Ты его пошла прятать? Или все-таки дашь на сухом? Скажи, кто? Кому яичко? Давай позовем кого-нибудь. А вот идем. А вон, смотри, сзади. Вон, смотри, сзади. Кайми яичком. Он как мама делай, как мама. Скажи, я не успела. Скажи, я хочу еще одно яичко. Смотри, видишь, вот так вот надо. Дай ей. Скажи, под длинным глазом, скажи, лучше, мама, дай мне. Вон, вон, вон пришло. Вон, какая, смотри, пришла к тебе. Сейчас у мамы яички заканчиваются. Скажи, мама, дай я. Оп. Все, молодец. Покормила. Покормила. Вот так все и начинается. Скажи, я не поняла, как это я покормила, скажи. В мои планы не совсем это входило. Пришел вожак всех на сух. Амгелина, скажи, где было яичко, куда делась пустая рука? Вон, давай ему яичко. Давай. Давай ему яичко. Вот. Оп. Сейчас заберет яичко. Все. Все. Мах. Скажи, мама, я всех накормила. Если бы не такая кормилица, как я, то все на сухе были бы голодные. Мамина помощница, умница. Да. А Ангелине достанется коробочка. Где, скажи, Ангелина, где? Где еще? Покажи, где у тебя карманы, скажи. А тут ничего нету. Дай, скажи, мама, мне коробочку. Пусть у меня ничего не будет в коробочке, да? Оп. Опа. Как всегда мы на попе. Все, накормили на сух. Ну, а теперь будем вишню мы есть. Да, да, да. Скажи, идите сюда. Скажи, идите, идите на сухе. У нас яичек не осталось, зато есть вишенки. Вот так, друзья. Сегодня мы, конечно, не прошли до сухотерапию. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы будем придумывать для вас все новые и новые видео интересные. Потому что у нас очень много животных. Больше трех с половиной тысяч за пайки. Сказка и пайки Львов Тайан. Ангелина, пока-пока, скажи всем. Скажи, пока-пока. Пока-пока. Скажи, мама, давай еще возьмем яички и придем еще кормить на сух. Да, да, пока-пока, пока, скажи вам всем.